всем привет сегодня хочу приготовить опять нет то чтобы хочу я его готовлю каждую неделю но не люблю все время делать одинаковые поэтому где-то вычитала теперь буду пробовать делать лет на отваре из-под картофеля так сказать наверное так меня уже очень хорошо подошли подошла моя закваска вот так она выглядит утром оставила покормила была половина этого стаканчика стаканчик большой закваска такая пористая красивая воздушная бурлит изо всех сил уже готова но жду пока добавится картошкой конечно же но горячий отвар не буду добавлять поэтому еще немножко подожду так вот моя картошка сварилась я отвар сцедила чуть-чуть добавила воды получилось 750 миллилитров общего объема вместе с картофельным отваром но здесь значит в отваре уже есть соль так как картошку я посолила поэтому соли теперь будем использовать меньше обычный китай 21 грамм сейчас будет 10 грамм значит 750 грамм жидкости и 250 грамм моей замечательной вот такой вот закваски она стала рыхлой пузырчатой вот посмотрите если закваска в воде не тонет значит она полностью готова к использованию как один из вариантов готовности сбрасываем войдем 250 грамм видите закваска плавает значит она полностью готова к использованию остатки закваски я покормлю и поставлю в холодильник для следующего раза сегодня у меня чисто пшеничная закваска на обычной белой муки без всяких примесей значит вот и добавляем теперь килограмм муки из соли 10 грамм соли килограмм муки так сбрасываю опять 010 грамм соли есть значит муку буду двух видов в основном белую обычная белая пшеничная мука добавлю 600 грамм такой муки и 400 грамм цельнозерновой тоже пшеничной муки хочу белый хлебушек так ну вот 600 вместе с солью это белая мука не обычная пшеничная 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 мука еще 400 грамм добавляю цельнозерновой иногда может потребоваться больше чтобы тесто было не таким уж расплывчатым но все на любители пока что пропорции вот такие килограмм муки 750 грамм жидкости и 250 закваска замешиваем тесто и оставляем его на расстойку на полчаса так вот тесто я замесила и я еще добавила сюда кунжут белый кунжут вот примерно такое хорошее не сильно тугое тесто у меня вышло вот такой колобочек не расплывающиеся довольно таки упругое хорошенькое тесто вот так ставим его на расстойку через полчаса нужно будет его вытянуть покажу что как на сколько оно подошло через полчаса теперь немножко про закваску вот у меня здесь осталось здесь примерно 50 грамм нужно добавить 50 грамм муки и воды то есть 25 грамм муки и 25 грамм воды и замешать поставить в холодильник что я сейчас и сделаю сразу поставлю в холодильник потому что окваска очень активная очень бурлит ни к чему стоять и здесь нагреваться и быстренько подходить потому что печь я буду раз в неделю может быть два раза когда там если булочки будут поэтому сейчас я ее убираю сейчас я замесила закваску теперь вот такое состояние у нее жидкого не очень тесто видно да и убираю вот ее в холодильник все пузырьки исчезли закваску хорошо подкормили теперь она будет заново выстаиваться но уже все равно заметны уже появляются сразу пузырьки так прошло минут сорок наверное и теперь мы будем делать растяжку теста первую растяжку теста так с четырех сторон тянем и оставляем так нужно сделать несколько раз перерывом по полчаса так тесто вот так поднялась у меня прошло два часа с тех пор как я в первый раз делаю растяжку в общем оно увеличилось в два раза стало нежным пышным вот таким сейчас я сделаю еще раз растяжку и в следующий раз уже начну формировать уже видно что оно такое нежное легко тянется в общем одним словом подошло очень хорошо подошло выставляю на полчаса а через полчаса сформируем хлеб уложим формы и в холодильник на ночь печь уже буду завтра ну вот тесто у меня увеличилось через полчаса уже вот практически видно что оно в два раза увеличилось сейчас будем его формировать уже видна структура такая пористая у теста вот так аккуратно вариваем и подготовила уже корзинки видно там стоят у меня уже три корзинки подготовленные вот разделю этот кусочек теста на три части стол смазала маслом чтоб меньше прилипало у меня такой шпатель и сейчас разделю на три части два таких побольше будет хлебушка один поменьше вот примерно так и три одинаковых все разделила ну и теперь формируем в такие себе хлебушке растягиваем и складываем конвертиком так вот так переворачиваем и оставляем отдохнуть оставшиеся два таким же образом формируем муж чихает слышно очень даже ну вот так и третий все цепили три таких колобочка оставляем их немножечко отдохнуть минут на десять-пять и затем будем перекладывать подготовленные корзинки для расстойки так в корзинках я их оставлю на всю ночь и завтра с утра завтраку и спеку хлебушек вот прошло 15 минут видно что они хорошо уже поднялись хочу добавить семена черного кунжута во внутрь кинула видно зернышки белого кунжута а сюда на дно черный кунжут мисочки тоже посыпала рисовой мукой чтобы хлебушек не прилипал это пока что лучше хотя мне еще нравится мука амаранта они тоже не прилипает а теперь берем шпат или обратной стороной то есть вот этой стороной вниз отправляем самый маленький хлебушек сюда эти немножечко в эти формочки вот и все вот так получилось где-то больше где-то меньше вышло но завтра он хорошо подойдет и будет занимать полностью всю корзинку сегодня так и вот этот маленький тоже хлебушек вот так получилось теперь до завтра так наступило утро продолжаем наш репортаж теперь будем печь хлеб духовка уже разогрета 260 градусов внизу стоит в духовке тарелочка с водой чтобы был пар вот мои разогретые костюмы сегодня будем печь в казанках достаём хлебушек разрезаем разрезаем посыпаю немного рисовой муки откуда вот так вот Разрезаем. 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 Готово. Первый пошел. Разрезаем. 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 Все. Печем 260 градусов. Минут 25. И переключаем на 230. Еще минут 15-20. Прошло 25 минут. Снимаем крышки. Разрезаем. 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 И понижаем температуру на 230. Ждем еще минут 15-20. В зависимости как у вас работает печь. Прошло еще 15 минут и достаю хлеб. Хлебушек на решеточку. У меня есть такая решетка из-под микроволновки. Вот сюда я буду доставать. КОНЕЦ. У меня есть небольшие дели. А вот здесь была шлюпка. Очень замечательно. Помогите, спасите. Вот первый такой ребушек. Сейчас сначала что-то делаем. Этот вариант. Опять повышаем до 260. Последний хлебушек кладем в духовку. Прорезаем как можно глубже стараемся. Чтобы было куда вырасти нашему хлебушку. Ну и рисуем. Накрываем крышкой. И отправляем. Вот что получилось. Это на пшеничной закваске обычной белой муки. Из обычной белой муки. А хлеб сделан из 600 грамм белой пшеничной муки. И 600 грамм цельнозерновой пшеничной муки. И получилось. Ой. 600 грамм белой и 400 цельнозерновой. Правильно? Правильно. Ну вот так. Поднялся, разошелся. Сейчас немножко остынет. И можно будет разрезать. Я покажу какой он внутри. И второй хлебушек. В чугунной кастрюле он больше, но как видно, что больше зажарился. Вот осталось второй. Такой вот узорчик получился на хлебушке. Он пока что еще тверденький. Ну, он такими останется. Но внутри будет мягким. Вот так. На завтрак испекли хлебушек. Вот я достала последний хлеб. Вот так получился. С таким рисунком. Ну и вот эти два хлебушка мои уже немножко подостыли. Вот так хрустят. Сейчас буду разрезать. Ну что, разрежем наш хлебушек. Посмотрим, какой он внутри. Вот такой получился хлеб. Всем приятного аппетита. Пробуйте, как получится у вас. Всем приятного аппетита.